Отработали, а теперь вынуждены буквально отвоевывать собственную зарплату. В Весентуках организация подрядчик отказала сотрудникам в положенных выплатах. Не помогло и обращение в суд. А вот губернатор Владимир Владимиров потребовал защитить интересы коллектива. В запутанной истории разбиралась Виктория Середа. Помогите нам, чтобы нам вернули наши честно заработанные деньги. Мы их заработали честным трудом. Уже несколько месяцев бывшие работники военного санатория бьются за свои зарплаты. Говорят, за три месяца трудов они так и не получили ни копейки. Коллектив все-таки надеется добиться обещанных денег. Недавно обманутые сотрудники вышли на пикет. Обещали завтра, послезавтра. Пыталась уйти, звонили, приглашали назад. Приходила, опять работала. Мне год до пенсии всего лишь осталось. Вот в этом году я на пенсию иду. Получается, что теперь я и пенсию потеряла. Наталья Вершинина по объявлению нашла работу в Истинтукском санатории. С апреля по август женщина убирала номера. Однако ни трудового договора, ни зарплаты она так и не дождалась. Подобной ситуацией оказалась не только Наталья. Общая беда сплотила коллег. Они обратились за помощью в суд, но в исковых требованиях им было отказано. Отказано в выплате заработной платы или оплате трудовой функции. И отказано в признании этих отношений трудовыми. В настоящий момент мы ждем рассмотрения апелляционных жалоб в Верховном суде Ставропольского края. Мы очень надеемся на проверку ОБЭП. В настоящий момент она идет в городе Истинтуки. Потому что люди там серьезные, серьезные очень сотрудники. На одном из совещаний в правительстве края губернатор поручил чиновникам разобраться в ситуации и помочь людям. В городской администрации Истинтуков говорят, там знают о проблеме и всеми силами пытаются помочь коллективу. Оказание правовой поддержки и, скажем так, участия в переговорах с работодателями. И в том числе и привлечение внимания со стороны надзирательных и правоохранительных органов. Собственно говоря, что мы и сделали еще в августе месяце. Соответствующие обращения были направлены и в полицию, и в прокуратуру.